Приветствую вас, Ольга. В какой-то степени ваш вопрос достаточно простой, но в какой-то степени и сложный. С чем это связано? Дело в том, что не принимать людей такими, какие они есть, можно по разным причинам. Ну, есть самые разные причины, которым человек не может принять другого, таким, как он есть. Но, например, у вас сложность в том, что вы обижаетесь. То есть, ну, вот ваша проблема в этом, в том, что вы обижаетесь, вам мешает именно обида. И, соответственно, чтобы принять человека, нужно сначала разобраться с тем, что вас обижают. То есть, не получится, не получится делать так, что... Не получится, чтобы вы смогли принять кого-то. Да? Не обижаюсь. Вот. Так что, здесь нужно сначала разобраться с тем, что именно вас обижают. Вот. Что именно вас обижают. Что именно вас напрягают конкретно. И дальше уже можно будет смотреть. То есть, вам необходимо обратить внимание на то, что вас обижают. И задевают. И задевают. Как вы пишете, да? А, я сейчас обижаюсь, не могу понять и принять поступки или высказывания людей общества больше не хочется. То есть, вот как вас это задевает? Это первое. А, второе. Для чего вы общаетесь? Ну, изначально с людьми. В какой цели вы общаетесь? Чего вы хотите? Общаясь с людьми. Вот. Ну, может быть, на что-то рассчитываете? Чего-то ожидаете? Вот. Чего-то хотите? Что вас задевает? Очень важный момент. То есть, что мешает вам принять поступки или поступки. Ну, может быть, вам там что-то неприятное, может быть, это влияет на то, как, допустим, вы относитесь сами к себе. То есть, вот, ну, то, что люди делают, да, то, как люди себя ведут, может быть, вот, это влияет на то, как вы, ну, относитесь к себе. То есть, у вас, может быть, ну, не совсем устойчивое представление о себе. Вот. Ну, это нужно в любом случае выяснить. И вот, соответственно, после того, как вы этот момент для старше учёте, после того, как этот момент вы для себя поймёте, вот тогда уже, в принципе, можно будет проблематику вашу решать. Да, да, то есть, тогда у вас появятся реальные шансы, но просто не то, чтобы принимать людей. Вот. Пока вы этого не сделаете, я боюсь, что шанс у вас не будет. Потому что нет ресурсов. Следующий. 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 Момент. Обиды. Обиды. связаны с ожиданиями, с тем, что вы ждёте от людей. Частично это касается того, ради чего вы общаетесь с людьми. Частично это касается сознательности ваших ожиданий. Того, что вам нужно, того, что вам хочется, того, в чём вы нуждаете, например, и так далее. Собственно, берёте ли вы, к примеру, ответственность за то, что вам хочется, берёте ли вы ответственность за то, что вам что-то нужно, в чём-то нуждаетесь, в чём-то нуждаетесь, вот. Ну, соответственно, это уже можно будет исследовать. Можно уже будет смотреть, можно уже будет работать в этом направлении. То есть, я надеюсь, что основной мысль вы поняли, она отключается в том, что невозможно поддержать человека, невозможно принять человека, если вы обижаетесь, если вы, ну, свои проблемы решаете, свои проблемы пытаетесь решить. Вот, принять другому счастья человека в таком случае невозможно, к сожалению. или к счастью, зависит от ситуации. Если вы обижаетесь, то имеет место быть, скорее всего, сценарное поведение, потому что обидам человек учится у своих родителей. это такая форма манипуляции другим человеком, чтобы получить от него то, что хочется. вот, с этим, с этим тоже нужно работать, то есть, так, тоже нужно исследовать, на мой взгляд. Вот. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.